Ночью 2 июля 1947 года простой фермер с ранчо близ деревни Корона, что в штате Нью-Мексико, проснулся от небычайно громких раскатов, гром и ярких вспышек. Испугавшись, он тут же собрался звонить национальную гвардию, потому что мало ли, вдруг красный рассвет начался раньше времени или еще что-нибудь похуже. Но вскоре все затикло. Наутро наш герой обнаружил, что помимо уверенности в завтрашнем небе, пропали еще и овцы, а это какой-то серьезнее. Так что он, естественно, тут же отправился на поиски и вскоре увидел зону-не-зону, площадку-не-площадку, в общем, какую-то территорию, на которой словно прошел чей-то пикник на обочине. Тут и там валялся мусор, да вот только характер его был слишком удивительный, особенно для фермеров. Странные на ощупь шнуры, непонятного сплава бруски, очень легкие, но крепкие. Много было какой-то фольги, складывая, крути, она все равно потом разворачивалась на начальную форму. А на некоторых вещах и вовсе были неизвестные символы, похожие то ли на цифры, то ли на индейскую письменность. Изряд попугавшись, наш фермер, звали его, кстати, Виви Брейзл, поступил так, как поступил бы любой из нас, не найдя непонятно что, непонятно где. Он побросал все эти штуковины в машину и поехал показывать своим друзьям. Несомненно, всем эти диковинки понравились, но один из них в итоге сказал Брейзелю, слушай, брат, не стоит скрывать эту тему. Ты молодой, шутливый, тебе все легко. Это не то, это не джек-потрошитель и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой будет жалеть. Лучше закрой эту тему и забудь, что ты нашел. Я хочу сразу подрести речь. Стоп, остальных просто не найду. И тогда уже 6 июля Виви Брейзель отправился в Розуэлл и обратился в местную милицию. Они его приняли, выслушали и обещали перезвонить. Довольный фермер же отправился на радио и тут же рассказал всем о том, что он по ходу только что нашелся во дворе инопланетный корабль. Самой собой вскоре после этого его задержали военные и отвезли в местный колодок на 15 суток. Очевидно, такая цепочка событий была самодостаточна, чтобы запустить химический процесс слухов и домыслов. И вскоре вся Америка поняла, что они в этом мире не одни. И началась повальная уфомания. Количество загадочных, неподтвержденных, подозрительных, случайных и откровенно уживых сообщений о летающих тарелках и зачислялось десятками, если не сотнями. Каждый вдруг захотел прикоснуться к истории или истерии и засечь в небе заветный силуэт. Особенно смешно, что даже десятилетие спустя это желание не стало слабее. Многие из нас до сих пор хотят верить. Так, например, я вам уже рассказывал, что я сам на релизе GTA San Andreas поверил в историю про НЛО и не один час провел в поисках той самой тарелки. И пускай датамайнеры давно уже изучили все файлы игры и доказали, что ничего такого в игре нет и не могло быть. Но я лично все равно хочу верить, что где-то там, в виртуальном небе штата San Andreas, когда звезды сойдутся, можно будет увидеть инопланетян. И я до сих пор даже храню парочку скриншотов с того времени. Кстати, о скриншотах. Раньше, лет 20 назад, я регулярно скриншотил все свои виртуальные похождения из себя на память. Да вот только ВКонтакте тогда не было и поделиться своими подвигами я ни с кем не мог. Сейчас же я хочу рассказать вам о паблике моего старинного подписчика, как раз таки посвященного этой творческой теме. Паблик называется просто screenshot.jpg и здесь вы можете прихвастнуть свои работы или же заценить интересные кадры других авторов. Кроме того, среди участников регулярно проводятся конкурсы и различные розыгрыши. Так что если вы все это время тоже скриншотили в стол и не знали с кем можно обсудить потрясающие выигры средневеков Европы, ссылку на паблик вы найдете в описании. Так вот, очевидно, что такая богатая на эмоции истории не могла не пройти мимо людей впечатлительных и впечатляющих. И тема инопланетного вторжения вскоре плотно вернулась в литературные тренды. Писали многое, писали по-разному, от дешевых и дурацких рассказов на газетной бумаге до вполне себе серьезных вещей. А самые уважаемые люди в американской научной анатастике того времени, это Айзек Азимов, Артур Кварк и Роберт Хайнлайн, каждый написал ряд важных и влиятельных работ по теме. Но сегодня мы остановимся на Роберте Хайнлайне, авторе легендарного «Звездного десанта». Позвольте предположить, что вы все знакомы с источником, но все-таки обрисую сюжет в двух словах. В далеком будущем наша планета стала земной федерацией, а общество ведет успешную спокойную жизнь. Правда, внеземные цивилизации вдруг начинают настырничать на границах, из-за чего население активно милитаризуется, а главный герой Хуан Рико, или просто Джонни, записывается в армию. Военным быть почетно, ведь только отслужившим дают право голоса и возможно занять высокой должности в госаппарате. Но и сама служба не сахар. Тренировки жесткие, а порядки еще жестче. А к тому времени, как Рико, так и проходит обучение, начинается полноценная война с арахнидами. Совершенно точно нельзя сказать, что «Звездный десант» был написан исключительно ради боевых эпизодов, описывающих сражения землян с жуками в различных условиях и декорациях. Они хоть и увлекательны, но отнюдь не главное в этой истории. Книга буквально пухнет от собственных идей Хайнлайна и его взглядов на мироустройство. Будучи человеком с военным опытом, он не только плотно увлекался политикой, так и еще имел свой взгляд на положение дел в стране и мире. Его несогласия с некоторыми решениями в международной политике США перевели к тому, что мы в итоге имеем в сюжете «Звездного десанта». История Рика как солдата, то и дело прерывается вспоминаниями о его учебе в школе, беседах с учителями и подобными сценами. Само собой, введены они в нарратив не просто так. Через них Хайнлайн выстраивает идеалы общества будущего. Так, например, он не согласен с идеей демократии, где каждый член общества равен друг другу, вне зависимости от того, тварь ли он дрожащий или как. Право нужно заслужить, буквально заслужить в армии. Тогда из тебя и мужика сделают, и человека для общества полезного. Кроме того, Рика тут и там пытаются убедить, что насилие — это иногда и выход. И выход при этом крайне эффектный. Далеко не все конфликты можно решить переговорами, а перемирия ни к чему хорошему в итоге не приведут. В социально-дерывнической гонке выживает не тот, у кого правда, а тот, у кого мобильная пехота и оружие. Война неизбежна, а армия всегда права. Более того, в борьбе за это самое выживание не стоит останавливаться у своих границ. Нужно идти дальше, развиваться за счет завивания территории и ресурсов противника. Без решительных действий, без подобной экспансии нация просто утратит свое влияние, считал Хайнлайн. Ну и наконец, будучи к тому времени уже 50-летним седым старцем, Роберт Хайнлайн активно критиковал современную ему американскую молодежь и ее нравы, а также продвигал идеи, например, телесного наказания и полноценного нравственного воспитания будущего поколения. Само собой, многие восприняли и идеи автора, и структуру романа, в которой все эти политические пассажи и размышления о силе оружия зачастую затмевали собой немногочисленные описания боевых действий. Так вот, многие восприняли это скептически. Кто-то называл Хайнлайна фашистом, кто-то милитаристом. Даже коллеги по писательскому делу посчитали его слегка поехавшим на военной теме. Короче, роман никого не оставил равнодушным и до сих пор вызывает споры в обществе и интернетах. Каждая медиа самодостаточна, в идеале, но нам все равно хочется испытать стиль другие эмоции в том или ином виде или сфере. И для этого как раз таки существуют все вот эти бесконечные кронизации, новелизации, игрализации и прочие вещи. Ну, они существуют ради этого и ради денег, конечно, но это другое. «Звездный десант» вызывал и вызывает споры своей фашистской натуры. Но при этом многие все еще читают его ради зрелищной истории Куана Рика и его битве при Клиндату. Вот только зрелищность эта зависела от вашего воображения. Ведь роман появился задолго до того, как понятие современного блокбастера вообще возникло. Так что поклонникам оригинальной книги, желающим взглянуть на ее героев земной федерации по другим углам, пришлось немного подождать. И всего через 40 лет товарищ Пол Верховен или Пауль Верховен сотворил свой очередной шедевр. Я не буду делать обзор фильма, вы все его видели не раз. Хочу лишь попытаться выделить те аспекты, которые среднестатистический читатель хотел бы увидеть на экране. А также что он увидел и какие моменты сам Верховен посчитал важным Да вот только что он посчитал важным-то? Ничего. Верховен прочел пару глав и бросил книжку, найдя ее излишне унылой и политизированной. Главная идея книги «Не служил ни мужик» не билась мировоззрением режиссера, а мысли о неизбежности и важности военных столкновений он просто не мог принять. И тогда Верховен прибегнул к своему излюбленному приему – социальной сатири. И через фирменные телевизионные ставки словно издевался над всей той милитрой эстетикой, что воспевал Хайнлайн. По словам автора фильма, он хотел, чтобы зритель по мере просмотра задавался лишь одним вопросом. Они там что в своем будущем? Поехавшие, что ли? То есть, если книга словно пыталась нам продемонстрировать потенциально идеальное общество будущего, которое обвиняли в ультраправых идеях, то фильмы нам в общих чертах показывают общество схожей на направленности, но уже активно сдабривая это едкими сатирическими комментариями. Цитата. «Это фильм о фашистах, которые не подозревают, что они фашисты». Конец цитаты. Но мы-то с вами помним фильм за другое – за прекрасные батальные сцены, за стильных десантников, за красивых женских персонажей, характерную для Верховена жестокость и отличную для своего времени графику. Лично я вообще тогда не задумывался обо всей этой политике, мне просто нравился драйвовый экшен. Но вот тебе проявление настоящего искусства. Сквозь года ты все еще открываешь для себя что-то новое. Даже среди ошметков тел у жуков арахнида. К сожалению для нас фильм вышел в 97 году. То есть слегка поздновато для 8 и 16-битных аркад. Так что мы не получили потенциально классный платформер по звездному десанту. А жаль, потому что мне кажется, что четвертое поколение консолей идеально бы подошло под игру такого формата. Никто не требует еще полноценных трехмерных миров и аутентичности. Вон в экшене по универсальному солдату, если про такое слышали, мы вообще боюем с каким-то бабочками в лесу. И никто в принципе слова не сказал. Так и здесь авторы спокойно нарисовали бы пещер, пустынь, каких-то шахт. Напихали бы туда жуков, пауков, там всяких гусенчиков, прочих тварей. Ну и хит готов. Я буквально вижу, как спрайт его Рика бегает слева направо и расстреливает все живое во имя там земной федерации, демократии или чего угодно в общем. Но такой игры не было. Зато была Starship Troopers Run Ascendancy. Тактическая стратегия выпущена в то время, когда быть тактической стратегией было модно. И вот представьте, фильм выходит и с визуальной точки зрения это идеальный кандидат для создания видеоигры. Вот только надо всю эту политику убрать из него, потому что ну это лишнее. Да и плюс в формате видеоигры, что мы с ней делать будем. Вот, оставим только сражение. Но если оставить только сражение, то чисто с точки зрения технологии далеко не каждый движок такое сейчас потянет. Все-таки на дворе какой там 98-99, ну 2000 год, да? Для того, чтобы сделать качественный экшен, потратиться придется и прилично. Да и размах как в фильме у нас реализовать не получится. А он должен быть. Все-таки мы воюем с роем жуков, а не с двумя жуками или не с тремя. Возможно, именно эти мысли посещали издатели, разработчики в то время. И именно из-за этого шутера или конь экшена по Звездному десанту не было. Зато была стратегия. И стратегия вообще-то отличный вариант. Потому что опять же, как я сказал ранее, в то время быть с тактической стратегией было модно. На дворе 2000-й вышел Ground Control, вышел Homeworld, миф, скоро будет третий миф, Мехкомандер второй скоро выпустят. Короче, большое количество таких вот стратегий на любой вкус. Что их всех объединяло? Естественно, новомодное, полное 3D, в котором ты смотришь на огромную карту, испещренную каньонами, каким-то речушками, холмиками. И имеешь под своим контролем отряд или солдатиков, или боевых роботов, или каких-то космических кораблей, или древних мечников. Короче, какой-то отряд, который ты по этим самым картам должен водить, сражаться с врагами, побеждать, естественно, и захватывать всякие цели. Все это в то время было довольно-таки популярно, и авторы будущей игры про звезды Ниссанников решили, что это отличный концепт. И в принципе, с ним и трудно не согласиться. Потому что это стратегия, юнитов ведь не обязательно делать высокополигональными, и из-за чего их можно сделать побольше. И на все эти карты рассовать жуков в самых больших количествах, в разных количествах, засунуть их во всякие каньоны. Там же расставить какие-то нехитрые задачи, типа спасти кого-нибудь, уничтожить какой-нибудь тоннель, взорвать гнездо пришельцев, или захватить заложников жуков. Жуков. Заложников жуков. Ну и самое главное, у вас под контролем свой собственный отряд своих собственных звездных десантов, которые, к тому же, между миссиями вы вольно составляете тасовать, как вам вздумается, из новобранцев, из старичков и тому подобное. А самое интересное, это микроменеджить каждого из них, давать кому-нибудь винтовку, а кому-нибудь базуку, а кому-нибудь гранату и все такое. После чего вы прослуживаете тактическую водную и приступаете к выполнению задания. Веллефорд сейчас находится на орбите Клиндату. Утверждают, что Клиндату является родиной паукообразных. Выполнение задания, как и скалу, оно может быть разной, но в целом оно всегда сводится к зачистке карт. Вот у вас лицейки-каньоны, вот джуки, вот ваши солдатики, воюйте. И в то время, да, это в принципе было интересно. Я, например, очень любил мех-командер второй, и граунд-контрол тоже поигрывал. Но не могу не согласиться, что время этих игр, наверное, ушло. Потому что хоть и задания пытаются быть разнообразными, но по сути своей не все проходят более-менее одинаково. Да и зачастую они все равно похожи друг на друга. Эффект узнавания от того, что вы играете за вот тех самых солдат, как в фильме, с такими же шлемами, да, и воюете против таких же жуков, как в том же фильме, он довольно-таки быстро проходит. И оставляет вас наедине с этим самим механиком. Где ваша камера просто летает за отрядом по карте, а вы периодически тыкаете то на одного же канта, то на другого, переключаетесь на ракетку, бомбите какое-нибудь гнездо и идти дальше по коридору. Вот знаете, совсем недавно вышла еще одна стратегия по Starship Troopers, называлась она Terran Command. И вообще для чистоты эксперимента я, конечно, должен был и в нее тоже поиграть, желательно пройти несколько миссий и попробовать прочувствовать, каким образом авторы бы играли в ровно такой же вроде бы геймплей. Потому что если смотреть вот так вот чисто сверху, то у нас снова планета пустынная, снова солдатики, снова отряды, снова мы им тыкаем куда идти и кого убивать. Но поскольку геймдизайн за 20 с лишним лет изменился довольно-таки сильно, а требования игроков изменились еще кардинально, то, я думаю, отличия все-таки найти будет, ну, вообще нетрудно. Самый же главный промах той вот старой Terran Ascendancy, мне кажется, в том, что она пытается визуально походить на оригинальный фильм, но совершенно не задумывается о той сатирической подоплеке, политической подоплеке, да. И вместо хулиганской пропаганды нас тут ждут только сухие текстовые вставки с объяснением следующей миссии, задания и какие-то брифинги. Они довольно-таки скучные, как мне кажется, и самое главное, лишены своей какой-то уникальной идентичности, из-за чего игра по звездному десанту порой чувствуется как некая просто дженерик такая РТС про каких-то солдатиков в космосе. А в 2005 году вышел шутер от первого лица с названием Starship Shopers. И хотелось бы на этом закончить, но ладно, расскажу еще немного. Вы можете меня убеждать, что на самом деле все было иначе и все планировалось сильно заранее, но я уверен, что история разработки шутера по звездному десанту обстояла таким образом. В 2004 году выходит второй Half-Life, и к нему довольно-таки быстро лепят мод по звездному десанту. Ну, потому что все очень просто, да? Ассеты в помощь, как говорится, потому что муравейный лев, ну, это практически арахмир. Комбайны похожи на звездный десанту. Осталось только в пустынной карте какую-нибудь стеночку поставить, возвести форт и вот, пожалуйста, бароней. Я помню, чуть ли не на релизе в какой-то подобный мод я играл, но забавно было. И разработчики Strangelet Studios подумали, о чем мы левые, что ли? Мы сейчас тоже что-нибудь такое запилим. И запилили игру по Starship Troopers. И, учитывая, что следующий шутер во вселенной выйдет только через 17 лет и будет вообще-то другой игрой, но об этом позже, нетрудно догадаться, что Starship Troopers 2005 года, ну, мягко говоря, получилось не очень удачной игрой. И её не приняла публика. Причин тому много, но в первую очередь это просто, ну, безидейный шутер, который объединяет себе концепт каких-то других успешных проектов, но при этом реализует всё это дело очень так простенько поверхностно. Первая миссия или вступление, не знаю, как её назвать, это, наверное, самая интересная часть игры, потому что здесь мы не воюем, а просто ходим по космическому кораблю, смотрим на быт, слушаем разговоры других десантников, и нас как бы вводят потихонечку в курс дела, да? Очевидно, что эта миссия — это калька самого первого хала, которая даже оканчивается, ну, почти так же, да. Корабль не заплоняют жуки, но вместо этого они его просто атакуют, и мы должны десантироваться и, наконец-таки, вступить в бой. Вот только бой этот настолько скучный, что я буквально засыпал, играя в игру. Вот это видно на футажах, я упираюсь в стенку просто потому, что я начинаю спать. И так три раза подряд за одну лишь первую миссию. Видите тебя, парадёшки? У нас есть небольшой затык с плотной, да? Только раздевание, парни, мы идём наверх. Будете держаться рядом, прорвёмся все спать. В этом можно винить год выхода игры, потому что 2005 год, картинка уже вроде бы ничего такая, но ей не хватает проработки какой-то глубины. Из-за этого жуки здесь — это просто мишени передвигающиеся, которые никак не реагируют на выстрелы. У них нет никакого, так скажем, дэмэджа или импакта. Я не знаю, какой термин здесь лучше использовать. Оружие совершенно не чувствуется в руках. Ты зажимаешь левую кнопку и вводишь прицелом из стороны в сторону, заставляя врагов перейти из одного состояния в другое. И всё. То есть ты просто идёшь из точки А в точку Б, попутно изничтожая огромное количество жуков. Это совершенно незадорно, совершенно неинтересно и, ну, очень монотонно и скучно. Арсенал делу тоже не способствует, потому что ничего сверхъестественного, ничего необычного у нас не будет. Автоматы, дробовик, ракетница, там, что-нибудь ещё по мелочи. Но ничего прям эдэква. То есть стандарт-стандарт. Хотя нет, отдельно выделю гранату, потому что это действительно забавная идея. Она не совсем вписывается в стандарты мира звёздного десанта, но она просто прикольная. Мне кажется, у разработчиков она где-нибудь в загашнике просто лежала, с других проектов, и вот они решили её сюда впилить. Но обидно, что в русском переводе граната потеряла частичку своего шарма, потому что голос не подвергли какой-то обработке, она звучит довольно-таки плоско. В оригинале она звучит интереснее. Три, два, один. Аварийное выключение. Три, два, один. Армд. Ну так вот, по ходу довольно-таки длинной кампании, кроме, ну, интересных каких-то аллюзий или, не знаю, оммажей на оригинальный фильм, ну, в миссиях в духе оборона, того самого Форта, как в фильме, да, всё остальное довольно-таки скучно, потому что окружение здесь скучное, здесь просто пустынная планета с какими-то скалами, есть какие-то подземелья, и, ну, не знаю, фактически меняются только время дня. Вот утро, вот ночь, вот закат, вот ещё что-нибудь, вот тут всё синее, тут всё красное. Жуки тоже бывают разные, с разными какими-то умениями, но, ну, по сути-то, всё ещё жуки. И я вот лично терпеть не мог врагов-жуков, когда они появлялись в различных шутерах того времени, они постоянно появлялись в шутерах того времени, во всякой фантастики, обязательно были какие-нибудь там жуки, какие-нибудь зерги и прочие подобные штуки, твари, которые всегда меня раздражали тем, что они брали количество, а не качество. И здесь, в принципе, так же. Ты просто хватаешь винтовку, бежишь, стреляешь, стреляешь, бежишь, стреляешь, бежишь, бежишь, стреляешь. И я прошу прощения, если вдруг кого-то заделось живое, если вдруг вы играли в эту игру в детстве, и она вам очень нравится, если у вас с ней связаны какие-то смынания, потому что я вот на релизе в неё играл, она мне тогда не понравилась уже, просто потому, что в ней ничего нету. И сейчас я пытался её снова вот так вот оценить с разных сторон, да. В ней всё ещё, по-моему, ничего нету. Но, возможно, виной тому сама концепция Звёздного Десанта. Может быть, визуально он отлично подходит, как основа для крутого экшена, для крутой игры, а, по сути, в ней ничего нет. Может, если копнуть поглубже, то окажется, что у Десанта просто нету захватывающего кор-геймплея. Потому что, ну, давайте вот посмотрим, что объединяет вообще, в принципе, вот эти обе игры. Обе эти игры объединяло одно. Они хотели передать настроение и ощущение от фильма, именно от фильма, потому что книга тут ни при чём, это скорее как причина, а не основа. Так вот, если попробовать выделить, что же такого фундаментально важного может сообщить фильм Звёздный Десанта, видеоигре «Звёздный Десант», ну, с геймпоинной точки зрения, то получится не то чтобы много чего. Обе предыдущие игры игнорировали политику, повестку, пропаганду и прочие вот эти вот какие-то политические мотивы. Понять можно, потому что их трудно интегрировать в сюжет, особенно когда ты делаешь простую шутан. Но если убрать вот это всё лишнее, в кавычках лишнее, то окажется, что «Звёздный Десант» как книга и «Звёздный Десант» как фильм, это эдакая болванка о космических сражениях. У нас есть планета Клиндату, которая максимально безлична, просто потому что на ней есть пустыня, на ней есть скалы, на ней есть камни, какие-то пещеры, ну и в принципе всё. У нас есть космическая пехота, да, она стильно выглядит, у них прикольные автоматы, но по идее они же просто бегают по этим самым пустыням, выполняют приказы, расстреливают жуков и эвакуируются потом обратно на базу. Есть эти самые базы, которые, на мой взгляд, довольно-таки символичны для серии, потому что один из самых знаменитых эпизодов из фильма, который часто реконструируют потом в модах, или он был, опять же, в той же игре, это оборона той самой базы, когда совсем небольшое количество защитников пытается справиться с огромным роем жуков, прущим со всех щелей. Ну и, наконец, есть те самые жуки-пауки, рахниды, то есть это те самые противники, они бывают большие, бывают маленькие, какие-то из них клюют с огнём, какие-то кидаются какой-то плазмой. Может быть, в 59-м году это было в новинку, но сейчас это прям, ну, клише-клише уже. Все эти элементы по отдельности, вообще-то, как мне кажется, лишены какой-то изюминки и не представляют большого интереса. Но, если их сложить вместе, то они всё ещё большого интереса представлять не будут, потому что та стратегия сейчас представляет собой разве что ностальгический интерес, и тот шутер 2005 года сейчас представляет собой безидейный халоклон. Они взяли визуальную составляющую из фильма, они взяли, ну, в целом, какую-то общую идею, но они совершенно забыли про смысловое наполнение. Понять их можно, потому что книжка вышла подпрызкая, фильм вышел тоже фашистский. Естественно, никому не хочется влезать вот в такие разговоры, поэтому они всё дело и брали. Но при этом игры получаются довольно-таки блёковыми. Вследствие этого я считал, что сделать нормальную игру по звёздному десанту в наш просвещенный 24-й год это просто бессмысленная затея и перевод виртуальных полигонов. И вот, исходя из всего вышесказанного, давайте, наконец, обратим внимание на Starship Troopers Extermination, самую свежую итерацию классического сюжета Роберта Хайнлайна. Что могло быть, что есть и что нам с этим делать? Вот я сейчас подумал, что, в принципе, идеальной версией игры по звёздному десанту была бы, наверное, смесь интерактивного кино от Telltale с какими-нибудь боевыми ставками от первого лица. Потому что, с одной стороны, Telltale может довольно-таки интересную историю, ну, или, не знаю, могла, в интересную историю со всякими моральными дилеммами, какими-нибудь серыми правдами-неправдами подобными историями, но при этом её бы ещё разбавляли какие-нибудь адреналиновые забеги по этим пещерам или пустыням с жуками. Потому что, если оставить один только шутер от первого лица, то, ну, трудно будет придумать достаточное количество разнообразного интересного контента. Он в той же серии Call of Duty руки-то развязаны, каких там только сеттингов не было, да, и, соответственно, из этого можно придумывать какие-то интересные ситуации, механики и всё такое. А здесь вот у нас, ну, как бы, снова пустынь жуки. Жуки, пустынь, пещера, камни, скалы. Поэтому я скептически смотрел в сторону Starship Troopers Extermination, а он на секундочку вышел аж в мае 2023 года, ну, вышел в ранний доступ. Точнее, будет сказать, что я вообще на неё не смотрел. А когда заметил, то отозвался недостаточно прохладно, если не сказать хуже, за что впоследствии в комментариях получил справедливое такое замечание на тему того, что я не прав, а игра, в общем-то, хороша. После чего этот уважаемый товарищ из комментариев решил прислать мне Арнет целый ключ на эту самую игру, чтобы я поиграл и убедился, что я не прав. Так что я поиграл, и да, я действительно убедился, что я был не прав, о чём сейчас я вам хочу рассказать. На всякий случай замечу, что опыта в мультиплеерах у меня практически нет, так что это не обзор, а скорее просто мысли и впечатления от нескольких часов игры. А помогали мне в этом как раз-таки тот самый товарищ из комментариев, чей ник, кстати, Фоксвик, привет ему, а также его напарники, доблестные бойцы мобильной пехоты, что провели мне по основным местам сражений за Клиндату и показали, что, где, кто, как и всё такое. Итак, что я знал об этой игре до этого? Ну, на самом деле практически ничего. Слышал, что есть какие-то базы, есть, очевидно, жуки, и скорее всего они нападают волнами, и вот тебе вся игра. На самом деле, к счастью, всё гораздо разнообразнее и сложнее. Основной режим игры начинается с того, что мы высаживаемся на одной из планет на довольно-таки обхиренной карте, и нам выдаётся набор нехитрых заданий. Например, найти уничтожность улей жуков, разделаться с особо мощным жуком или там, не знаю, с каким-нибудь жучином, под рулём, найти какие-нибудь ящики с оружием, запустить генераторы. И, как в лучших домах Лондона, все эти сап-квесты, они даются не просто так, а впоследствии влияют на геймплей. И если вы, допустим, не уничтожите улей жуков, то под конец количество жуков будет гораздо более серьёзным. А если не разделаетесь с огромным плазмометателем, то этот чёрт потом придёт к вам домой и будет вашу трубу шатать. Отдельная радость это добыча ресурсов, потому что все эти насосы газа Веспа, раскиданные довольно-таки удалённо друг от друга, и вам волей-неволей придётся разделиться. После чего защищать этот самый насос, потому что, естественно, жуки активизируются, пытаются напасть на вас, пока вы нервно ждёте заполнения всех канистр с этим газом. Когда все канистры заполнятся, их надо будет ещё и суметь донести обратно, потому что здесь начинается заключительный этап миссии отстройка базы. И чем больше вы нафармите себе ресурсов, тем мощнее фортификации вы сможете себе построить. А вы захотите более мощной фортификации, потому что на этом этапе стайки жуков превращаются в настоящую орду, и вам придётся продержаться какое-то время, пока не прилетит эвакуатор. Вообще, постройка базы это такой отдельный элемент от игры, и он довольно тонко интегрирует модное сейчас строительство и геймплей. И да, здесь не то, чтобы прям большое разнообразие деталей, но возможность самолично возвести стены, поставить башни и турели привносит свою прелесть. Ну, какое-то вот вовлечение в геймплей, да, вот как он кастомизирует его, как будто бы и вот частичку себя вкладываете во всё это дело. И да, помимо прочего, это ещё и здорово эмулирует тот самый знаменитый эпизод с обороной ванпоста из фильма. Но за счёт того, что базу вы строите сами, а волны врагов не заскриптованы, а вы при этом заняты не только отстрелом поучи жуков, но и мелкими механиками, тут там турель нужно заправить боеприпасами, кого-то впустить через ворота, сбегать за напарником, который упал со стены и немножко умер, то это всё производит гораздо более приятные впечатления и всякий раз развлекает. Просто потому, что всякий раз всё это происходит по-новому. Тем самым, в основном режиме игры каждый раунд он представляет себе эдакий такой мини-фильм со своей историей аж в трёх актах. Первый акт — это начало высадки, когда мы все появляемся на планете и расходимся по своим рейдам, да, выполнять вот эти задания, квесты, генераторы, улья и так далее. После чего мы собираемся вместе в определённой точке, чтобы начать второй акт. Мы отстраиваем свою собственную базу, то есть строим оборону. И после такого напряжённого, плотного финального сражения начинается третий акт, наиболее драматичный и захватывающий, но о нём чуть позднее. Я, кстати, не удивлюсь, если изначально игра появилась из такой концепции постройки своего форта и обороны от врагов, потому что здесь даже есть отдельный режим, где вы с самого начала возводите стены, ставите пулемёты, а потом уже вот с маленькими стайками бегаете по карте и выполняете мелкие поручения. Но и тот, и основной режим игры они рассчитаны на 16 человек. С одной стороны, это достаточно много, но с другой они делятся на отряды по четыре с той идеей, что каждая четвёртка здесь как отдельная единица, и это не позволяет такому количеству народу развалиться в какую-то непонятную кашу, да, потому что у каждого отряда своя задача. Кто-то уходит собирать ресурсы с насосов, другие уже выстраивают глиндажи, а кто-то заботливо прикрывает их лечебными дронами. Если же вы играете один, ну то есть совсем один, то можно просто попробовать примкнуть к какой-нибудь группе, попытаться им помогать или просто делать вид, что вы тоже полезный член общества, потому что, ну, при такой толпе на карте зацеряться это, в общем-то, нетрудно. Затеряться и при этом всё ещё получать удовольствие от геймплея. Но интереснее, конечно, всё-таки сообща выстраивать планы, распределясь обязанности, то есть кто должен заниматься обеспечением, кто уходит в рейд и всё такое. Тут, конечно, далеко не факт, что вас послушают, потому что если вы играете на общем сервере, то у других людей могут быть какие-то свои идеи на уме. Так, например, в одном из раундов нам попался парень, который громко возмущался, что мы, мол, все всё делаем неправильно. Он только на пару минут отошёл, а у нас и оборону не к чёрту, и жуки со всех сторон, и вообще широкую на широкую надо делать. Ну, хотя справедливости ради надо заметить, что мы там и впрямь все забудились с трёх рек лавы, и минут через пять половина доблестных защитников земли утонула в этой лаве, а ещё половину жуки съели. Тут надо сказать, что игра не то чтобы сложная, но она довольно гибкая, потому что можно выбрать режим, хотя, например, на лёгком она просто становится скучной, там почти никто не играет. Плюс к сложности в самих миссиях ещё бывают модификаторы. То особо опасно банда жуков вылезет, чёрт знает откуда, то какая-нибудь волна элитных арахнидов нападёт, и всё такое. Вот я выше сказал, что в одиночку, в принципе, можно играть и пытаться делать вид, что вы при деле, но есть такой момент. Если вдруг таких одиночек соберётся все 16 человек, и каждый будет просто делать вид, то это само по себе выступит уже серьёзным модификатором сложности. И выжить на карте тогда будет, ой, как непросто. Хотя это, наверное, актуально вообще для всех мультипуэрных игр, особо для каких-нибудь тактически серьёзных. Что касается визуальной составляющей, то, например, мне понравилось скорее, что в плане косметики все персонажи выглядят довольно-таки сдержанно, то есть своего героя кастомизировать можно, но все вот эти немногие элементы брони, которыми можно менять, они разблокируются по ходу прокачки, и при этом выглядят они в рамках вселенной. Ничего не выбивается в клоунаду, вроде бы. Это, как я сказал, хорошо и мне нравится, то есть никаких оперативников от Ники Минаж здесь нет, но, с другой стороны, менять цвет визора с тёмно-серого на тёмно-тёмный в качестве награды за новый уровень, ну, как бы, такое по себе, наверное. Как будто бы недостаточно. Я, например, за несколько часов поднял уровни 5 или 6 и открыл всего только один пулемёт и какой-то щит, кажется. И с нами бегали люди самого разного уровня, но при этом выглядели они все, по-моему, плюс-минус одинаково. Про систему классов ничего толкового сказать не могу, я играл за классического такого штурмовика с автоматом, без лишних изысков, ну, потому что так проще понять, так скажем, кор-геймплей. Ну, с другой стороны, я зато не распробовал возможности инженера или не попрыгал на джетпаке медиком, а эти возможности есть и вроде как здорово помогают раскрыть игру шире, дополнить социальных бойцов. Так, например, если толпа жуков, ну, вот просто смела одного из ваших, то пробиться к нему, чтобы вколоть дозу валькирина, у вас, ну, едва ли получится. Зато тот же медик может отправиться на помощь дрона, ну, или подлететь сам на этом джетпаке, а потом улететь, пока спасённый пытается забежать от беспокойных таким положением делу насекомых. Но я играл за штурмовика, и кор-геймплей я оцениваю так, он прям задорный. То есть, главное отличие от того шутера 2005 года, это игра куда тактильнее. Всё такое живое, всё искры дымит, пышки, пышки, пышки громко и приятно бахают, трассеры красными розчерками огней улетают в небо, фонари скользят по сводам шахты, рахниды, естественно, визжат и складываются штабелями в стену вашего форта. В старом шутере сама идея игры без социального контекста выглядела скучно, при этом ещё игра очень монотонна и сера. Starship Troopers Extermination же, благодаря движку, картинке, звуку, ну, вообще, всем вот этим технологическим приёмчикам ощущается гораздо приятнее. Безинтересное, казалось бы, истребление жуков, ну, опять же, да, пятьсотый раз уже говорю, пустыня, скалы, жуки, всё. Но здесь вот этот процесс становится куда харизматичней за счёт того, как оно, не знаю, реализовано. И мультиплоренная направленность решает проблему реиграбельности. Да, мы раз за разом высаживаемся на плюс-минус похожих планетах в картах и выполняем плюс-минус одинаковые квесты. Но человеческий фактор, разнообразие случайных компонентов, ну и просто непредсказуемый характер каждой схватки, он прекрасно развлекает. Ведь ты никогда не знаешь, чем закончится высадка на этот раз. Ну и да, чем закончится высадка? Это отдельная радость, это кульминация всего, это тот самый молниеносный третий акт, то, к чему вы идёте на протяжении 20-30-минутного раунда. Это эвакуация. Когда все задания выполнены, стены вашей базы едва сдерживают натиск врага и со всех сторон стрекочет пулемёт и льётся на палом, а компьютер начинает подтормаживать количество жуков, вы наконец-то получаете заветное сообщение, что корабль для эвакуации прибыл и у вас есть две минуты, чтобы сбежать. Сердце стучит, адреналин хлещет, десантники наспех спрыгивают с окреплений и пытаются найти тропинку побезопаснее среди орд противников. Он падает, поднимает своих, бегут дальше. Цена ошибки высока, респавна больше нет и если вы погибнете на этом этапе, то всё, советственно, остальные эвакуируются без вас. И нет ничего печальнее, чем быть пойманным жуками и видеть, как остальные уже далеко и не смогут вас спасти. Это всё эмоции и впечатления. Но не ради них ли мы играем? После переезда на новый движок игра выглядит шикарно. Мне прям очень понравилось. Хотя при этом многие жалуются, что оптимизирована она плохо. Но может это всё ещё допилит патчами. Плюс я отдаю себе отчёт, что я играю в игру, которая вышла в ранний доступ полтора года назад. То есть за это время в неё набросали новых режимов, новых классов и новых врагов. Но вообще контента накидали по сравнению с тем, что поначалу было. Я вообще с удовольствием провёлся несколько часов, выпаская канистра с газом. Но насколько всего этого контента, всего этого разнообразия хватит для тех, кто предпочитает проводить в таких играх не несколько, а десятки или сотни часов. Само собой, разработчики постоянно выкатывают и будут выкатывать обновления и улучшения. А 11 октября игра и вовсе выйдет из раннего доступа. И закольцовывая нашу тему, кстати, к ней обещают выпустить и полноценную сюжетную кампанию, которую к тому же ещё и в канун впишут. А к роли того самого Рика вернётся тот самый Каспер Бандин. И вот сингл-пуэр я теперь прям очень жду, потому что мультипуэрная основа здесь шикарная. То есть мне очень понравилось, как всё здесь играется и ощущается. И хочется верить, что у студии достойно получится реализовать всё и на одиночном уровне тоже. А ещё хочется смотреть, не забудут ли они о нравоучительно-сатирическом характере оригинальной книги и фильма. В общем, игре совершенно точно удалось изменить моё такое негативное впечатление о ней. А ещё самое главное, ей удалось не сгинуть во вжерновах внезапной популярности Howdivers 2, который, в принципе, был примерно о том же. И сейчас старший труппер из полноценно развивается, в ней довольно-таки неплохой онлайн. Так что от всей души хочу пожелать авторам из офф-ворлд удачи, потому что на такой откровенно простой идее о войне людей с арахнидами на скалистых планетах они уже смогли выстроить крепкую и затягивающую игру, в которую хочется возвращаться. Вот такая вот простая история у совсем непростой истории взаимношения жуков и людей. Начавшись как такое задорное высказывание на тему внешне и внутри политических решений США, звёздный десант в итоге лишился всего исторического контекста, сублимировавшись до такого зрелищного боевика, который, к тому же, ещё и забыл о том, что арахниды это не цель, а средство. Но то ли ещё будет, ведь лицензия это всё ещё громкая и сделать на её основе что-то новенькое желающих, я думаю, найдётся. Так что поживём, увидим. Ну а пока спасибо за просмотр, всем удачи и до встречи в новом видео. Пока.